И сегодня у нас в студии гость, это начальник управления образования администрации Ангарского городского округа Лариса Ивановна Лысак. Для ангарских школьников наступила непростая пора сдачи ЕГЭ. Лариса Ивановна, как проходит процедура проведения экзамена в этом году? В этом году, так же как и во все предыдущие годы, итоговая аттестация для выпускников 11 классов разбита на два этапа. Первый этап – это досрочная сдача ЕГЭ, была проведена в апреле месяце, и из выпускников Ангарского городского округа в нем приняли участие семь учащихся. И основной период проведения единого государственного экзамена начался 27 мая и закончится 30 июня. Единый государственный экзамен идет в соответствии с графиком, так же есть резервные дни. В этом году в едином государственном экзамене принимают участие 1311 человек. Нужно отметить, что выбор предметов не отличается от выбора предметов предыдущих лет, и больше всего ребята выбирают такие предметы, как общество знания, физику и непосредственно историю. Не отстает от выбора в предметах также и информатика. В этом году, как и в прошлом году, определено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение в ВУЗ. И поэтому этот минимальный балл доведен до сведения наших выпускников и их родителей. Были ли какие-то инциденты при проведении ЕГЭ в этом году, и какие можете дать советы, чтобы сдача экзамена прошла как можно более успешно? Ну вот уже сегодня третий день проведения ЕГЭ. На наших экзаменах присутствуют общественные наблюдатели федерального уровня, общественные наблюдатели регионального уровня и муниципального уровня. Инструкции выполняются на все 100%, и никаких особых инцидентов на пунктах проведения ЕГЭ у нас не было. Тем не менее, мне хочется еще раз обратиться и к родителям, и к ребятам, и предостеречь их от нарушения инструкций по проведению ЕГЭ. Нужно еще раз четко для себя понять, что никаких сотовых телефонов в пунктах проведения сдачи ЕГЭ не должно быть. Не должно быть никаких лишних предметов, которые бы мешали ребятам сосредоточиться. Самое главное, что нужно ребятам, это хорошее настроение и уверенность в том, что они напишут ЕГЭ. Спасибо, Лариса Ивановна, что пришли, ответили на наши вопросы и за добрые советы для выпускников. Я желаю всем нашим выпускникам удачи и сдачи всех экзаменов на хорошие отметки.